МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десногорское казачество принимает молодое пополнение. Смоленские полицейские подвели итоги минувшего года. А теперь об этих и других событиях подробнее. С сегодняшнего дня все школы Десногорска закрыты на карантин. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в учреждениях культуры запрещена организация массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ вызвала ажиотаж в аптеках города. Там разбирают противовирусные лекарства и одноразовые медицинские маски. В связи с эпидемией гриппа увеличился спрос на лекарства и защитные маски в аптеках Десногорска. Люди массово бросились покупать противовирусные препараты. Мы прошлись по аптекам города. Обычную оксалиновую массу и многие другие недорогие лекарства приобрести сейчас проблема. Фармацевты говорят, что препараты поступают, но быстро разбираются. Противовирусные хватает. Хватает. Какие? Кагоцел, ингаверин, орбидол, аноферон, эргоферон. Все это есть. А защитные маски? Вот их, к сожалению, нет. Защитных масочек нет. Скажите, пожалуйста, в какую цену маски были? Последняя цена была 5 штук 46 рублей. 46 рублей, да? Они не повышались в цене, они просто исчезли. Аксалиновая была? Понедельник она еще была, на данный момент ее нет. Скажите, пожалуйста, а вот препараты подорожали в связи с эпидемией? Цены те же, что и были. Самый дешевый какой? Ну, смотря какая. Противовирусные препараты изначально не были дешевыми, но цена их такая же. Когда цена как был, 240 рублей, так и есть. То есть самый такой популярен. Гаверин тоже. Как они раскупаются? Хорошо у нас в городе? Хорошо. Быстро. Быстро. Быстро, но вы успеваете привозить? Да. На базах это все есть. Большим дефицитом стали медицинские маски. Их нужно менять каждые три часа, поэтому люди покупают средства защиты в большом количестве. Руководители аптек Десногорска стараются оперативно делать закупки средств профилактики и лечения гриппа. Для борьбы с гриппом 27 января в Смоленской области был создан оперативный штаб по противодействию дальнейшего распространения свиного гриппа в регионе. Штаб создан при Департаменте по здравоохранению. Также в него вошли представители Роспотребнадзора. Заседания штаба будут ежедневными. По факту появления оперативной информации будут решаться актуальные вопросы по борьбе с инфекцией. Также на время повышенной заболеваемости в Смоленской области в помощь врачам созданы мобильные бригады для выездов в районы. Они состоят из главных внештатных специалистов здравоохранения – пульмонолога, инфекциониста, реаниматолога. За неделю проведены три выезда в Рослов и Вязьму. Вчера, 27 января, в России отмечался День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда. Сотрудниками историко-краеведческого музея Десногорска к этой торжественной дате развернута выставка. Уроки мужества, посвященные прорыву блокады Ленинграда для учащихся старших классов десногорских школ, сотрудники музея проводят с 26 января. Для убедительности в выставочном зале создана атмосфера тех страшных дней. Мы попытались воссоздать атмосферу тяжелых голодных дней через экспозицию, напоминающую квартиру блокадника. Сегодня память о тех горестных днях хранится в воспоминаниях и документальной хронике. Один из таких фильмов вошел в план мероприятия. На обозрение ребят были представлены личные воспоминания фотографии Никиты Марковича Петрова, который шестилетним ребенком испытал горести блокадного Ленинграда. На стенах выставочного зала размещены странички дневника 12-летней Тани Савичевой, которой не удалось выжить. К сожалению, в связи с карантином экспозицию успели посмотреть только учащиеся третьей школы. Поэтому выставка будет работать до 9 февраля. Казачество в нашем городе ширится и развивается. В минувшее воскресенье хутор Десногорский пополнился новыми членами – молодыми воспитанниками военно-патриотического клуба «Ангел» и взрослыми. Всего 18 человек. В торжественной церемонии верстания в казаки принял участие специально приехавший из Рославля пан-атаман Борис Колпаков. Это будут патриоты, действительно настоящие защитники Отечества. Поэтому я все силы прилагаю для того, чтобы они были хорошими людьми, чтобы можно было на них положиться, чтобы защищали свою родину, Отечество, родных и близких. И воспитывались в старых казачьих традициях. Впереди у юных казаков большая работа – изучение этих самых старинных и современных традиций, освоение азов, джигитовки и верховой езды, владение шашкой и холодным оружием, рукопашный бой, огневая и строевая подготовка. Я решил вступить в казачество, потому что это интересно, долг отдать отчизне. Сейчас члены казачьей дружины активно помогают сотрудникам полиции в охране общественного порядка. Скоро и нынешняя молодёжь, посвящённая в казаки, также будет стоять на страже правопорядка. Это мужество, зарядка духом. Мне кажется, всё-таки это богу угодное правовое дело. И надо продолжать. Стать казаком может каждый желающий, достигший семилетнего возраста. Для любителей порыбачить зимой со льда в Смоленской области обозначены 19 мест. В ГИМС для десногорцев на водохранилище Смоленской АЭС два безопасных места, где лёд соответствует норме. Это в Рословском районе, в трёх километрах с северо-восточнее посёлка Богданово и в двух километрах восточнее посёлка Холмец. Удачной безопасной рыбалки. Зоопарк Смоленска отметит 15-летний свой юбилей 2 февраля. В праздничный день будет действовать сразу две акции. Бесплатное посещение экспозиции животных предлагается всем рождённым 2 февраля в рамках дня рождения в зоопарке в день рождения зоопарка. Организаторы обещают также бесплатные селфи с питомцами. Свободный вход на экспозицию ждёт и посетителей со звериной фамилией. Чтобы принять участие в акции, необходимо захватить с собой документ, подтверждающий фамилию и дату рождения. Для автолюбителей сейчас не очень благоприятное время. То снежные заносы, то гололёд, а все спешат и торопятся. Несоблюдение скоростного режима в плохих погодных условиях ведёт к дорожно-транспортным происшествиям. По информации Управления ГИБДД по Смоленской области, с начала этого года на территории региона произошло 36 ДТП из-за превышения скорости, в которых 4 человека погибли и 51 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших один ребёнок. В Управлении МВД России по Смоленской области состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 2015 год. Подробности в нашем следующем сюжете. В работе расширенного заседания коллегии УМВД приняли участие начальник управления генерал-майор полиции Михаил Скоков, губернатор Алексей Островский, председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, руководители правоохранительных структур региона и представители общественности. В своём докладе глава регионального УМВД отметил, что в прошедшем году совершенствовались все приоритетные направления деятельности служб и подразделений органов внутренних дел области. Комплекс проведённых профилактических мероприятий позволил в 2015 году сократить число преступлений. Обеспечена общественная безопасность при проведении около 4 тысяч массовых и общественно-политических мероприятий. Проводилась активная работа по привлечению граждан в ряды народных дружин. В 2015 году развивалась система «Безопасный город». В настоящее время в области действует 413 камер, с помощью которых пресечено более 900 правонарушений. В 2015 году на территории Смоленской области пресечено более 600 тысяч нарушений правил дорожного движения, большая часть из которых выявлена с помощью современных технических средств. В областной бюджет перечислено более 400 миллионов рублей штрафов. Проведена серьёзная работа по патриотическому воспитанию, создан Музей истории Смоленской полиции. Как отметил губернатор, в целом по результатам деятельности УМВД России по Смоленской области в течение всего прошедшего года уверенно занимала передовые позиции среди регионов страны. Все эти результаты, несомненно, достигнуты усилиями и серьёзной работой личного состава. По окончании совещания Алексей Островский за выдающиеся заслуги вручил награды сотрудникам УМВД. 29 января Десногорская центральная библиотека приглашает всех желающих на музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству Раймонда Паулса. Начало мероприятия в 18.00. А в Смоленской филармонии 9 февраля свои лучшие песни для смолян исполнит Сергей Захаров. Он представит программу «Самая лучшая и любимая». Начало концерта в 19.00. А сейчас новости спорта. Смоленск присоединится к Лыжне России. 14 февраля смоленские любители зимних видов спорта встанут на лыжи в рамках всероссийского мероприятия «Лыжня России». Спортивный праздник развернётся в Красном Бару. Оставить заявку на участие в забегах Лыжней России можно с 9 февраля. Желающим вместе со всей страной пробежать на лыжах нужно прийти в спортивный комплекс «Новое поколение» на улице Рыленково, 14 в Смоленске, чтобы зарегистрироваться и получить номер. А 23 января в Ярцево прошли соревнования на первенство Смоленской области подзюдо, в которых приняли участие 52 спортсмена, представляющие районы региона. По результатам соревнований сформирована сборная команда Смоленской области, которая представит регион в первенстве Центрального федерального округа в Орле. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова